Ваш выпуск. Может ли человек, который стоит на учете в центре занятости, иметь миллионные доходы? В Назарово может. В нашем прошлом выпуске мы рассказывали об изъятии в начале года сотрудниками полиции более 7 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Я беру для своих нужд, для банкета, для... Вы считаете продажу данного? Нет. Данные денежные средства, которые здесь находятся? Ну это, они сюда не относятся? Это не относятся? Это магазин, пожалуйста. У мамы здесь есть магазин. Банкет в Назарово не редкость. Можно предположить, что данное спиртное могло быть и на столах во время новогоднего банкета, на котором гуляли чиновники администрации города. На этом фото можно отчетливо разглядеть лицо Анны Зиер. Она является ведущим специалистом юридического отдела администрации города. Она же присутствовала на судебном заседании в Назаровском городском суде, на котором рассматривали вопрос законности изъятия 7 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Виктор Зиер, супруг данной чиновницы, фигурирует в данном деле. И это еще не все. На этой неделе мы получили официальный ответ от руководителя Центра занятости населения, в котором говорится, что Виктор Зиер обратился в поиски работы 19 октября 2016 года. В программах активной политики занятости населения не участвовал. Это и понятно. Зачем участвовать, если имеешь миллионный доход? Согласно официальной информации, размещенной на официальном сайте администрации города, доход Виктора Зиера за 2016 год составил более 4 миллионов рублей. Он также является владельцем сразу нескольких квартир и автомобилей. При этом ответственных лиц, как в самой администрации города, так и в надзорных органах не волнует вопрос о том, как безработный гражданин, получая такие доходы, получает дополнительную поддержку за счет государства. Мы продолжим разбираться в этом вопросе и ждем комментариев со стороны правоохранительных органов. Ведь до сегодняшнего дня человек стоит на учете в качестве безработного, а значит получает деньги от государства.